Подходит к концу судебный процесс, за которым следила вся страна. В Ханты-Мансийске сегодня начали оглашать приговор обвиняемым по делу о страшном ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года. При столкновении автобуса и тягача погибли тренеры 11 юных акробатов из Нефтьюганска. Анна Шуркевич сегодня присутствовала на оглашении приговора и прямо сейчас выходит на прямую связь со студией. Анна, расскажите, как прошло заседание. Здравствуй, Дмитрий. Оглашение приговора сегодня длилось 5 часов. И все-таки главный вердикт, виновные или невиновные обвиняемые, а также наказание для них судья озвучит только завтра. Для многих присутствующих заседание далось нелегко. Во-первых, все эти несколько часов пришлось стоять на ногах. Во-вторых, судья зачитывала все показания свидетелей, результаты экспертиз, в которых были очень подробные описаны травмы детей, а также обстоятельства автокатастрофы. Родители не скрывали слез, некоторые даже пили успокоительные. У нас на протяжении всего процесса эмоций какие-то непонятные, врачи, воречивые. Мы так и не поняли позицию прокуратуры до конца. Мы просили отправить надо расследование. Надо расследование никто не отправил. Мы просили привлечь экспертов, мы просили сделать повтор, хотя бы экспертизу. К нам отказали. В очередной раз сегодня судья, как-то опять непонятно для меня. Вы присутствовали же. Можно было сегодня закончить. Можно было. Зачем так? Слушание этого резонансного дела, которое не оставило равнодушных вообще во всей стране, длилось несколько месяцев. И на скамье подсудимых четверо. Бывшего директора спортшколы Ирину Тарасову обвиняют за халатность. Водитель автобуса Марат Зайнулин и директор фирмы-перевозчика Александр Сидорук проходят по делу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Последний подсудимый Раиль Саидханов, водитель большегруза, обвиняется по статье нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть более двух человек. Спасибо, Анна. На прямую связь со студией выходила Анна Шуркевич. Сегодня она работала в Ханты-Мансийском районном суде, где начали оглашать приговор обвиняемым по делу о страшной автоаварии 4 декабря 2016 года. Кстати, еще до начала заседания родители погибших детей вышли к зданию суда с транспарантами. Это не митинг. Это просто... Наши... Крик души. Крик души. У меня погибла дочь. Кто лишил жизни наших детей? В одночасье лишил смысла мою жизнь.